ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Конкурс у нас стартовал 11 декабря прошедшего года и предполагалось, что игроки будут предлагать разработчикам какие-то новые идеи в плане игрового снаряжения. Вот перед вами, смотрите, зачитаем одну строчку, это важно. В нашем новом конкурсе мы предлагаем проявить эрудицию и фантазию и придумать новые варианты снаряжения для кораблей. Именно снаряжение, друзья, это важно, запомните в данный момент. Ну, в общем, люди с энтузиазмом включились в этот конкурс. И сразу хочу сказать, я никак не хотел бы покритиковать именно самих участников, потому что кому-то из них не хватало знания в матчасти кораблей, кому-то, в общем-то, слишком фантазия била через край. У меня большие претензии, большие вопросы и удивление к тому, кто выбирал работы, которые оказались в числе победителей. Потому что я знаю, что отдел геймдизайна в компании Леста, там ребята очень круто разбираются в матчасти, в истории кораблей. Я не верю, что они это выбирали. Если это делала девочка какая-то с отделом маркетинга, то, может, ей стоит, наверное, поработать в компании, которая делает игры про эльфов и гоблинов. Потому что у нас игра про боевые корабли, и здесь всякие волшебные травы и магические действия, они, ну, не должны ролять. Я думаю, что вы со мной, друзья, согласитесь. Призы очень годные. Я поздравляю всех, кто их выиграл. Теперь перейдем к непосредственно итогам данного конкурса. Номинации эсминцы, крейсеры, линкоры и авианосцы. Поехали! Вообще, вот, если честно, не то, что видео интересно снимать по конкурсам от ВГ, по ним можно просто саги или блины писать, настолько бывают они эпичные, к сожалению, в плане фейлов. Итак, первое место – корректировка огня с воды у эсминца. Ну-ка, интересненько почитаем. Эсминец может пометить специальным маркером и задать в качестве цели один из обнаруженных вражеских кораблей. Для его союзной команды при этом возрастет эффективность огня по выбранному противнику. Так, ребята, я сразу скажу, что этот человек, вот, который занял первое место, он играет в игру про танчики, не буду называть, как она, как звучит ее название. Назовем ее кодовым словом «аварийный выход». То есть слово «эсминец» можно заменить на «ББМ» или на «ЛТ», и вы получаете специальное умение из той игры. Прекрасно, что разработчики World of Warships перенимают хорошие идеи у конкурентов. Ну уж прямо так полиция, вот уши торчат со всех сторон у этого, у этой номинации на первое место в эсминцах. Ну ладно, посмеемся, пошли далее. Хотя корректировка огня с воды, по-честному, я не знаю, как это могло происходить. В реале пробовали корректировать самолетов, ну, получалось плохо. Чем будет лучше с воды, не знаю, только хуже. Боновые заграждения. Второе место. Эсминцы и крейсеры получают возможность ставить заграждение длиной 100-150 метров, защищающих от торпедных атак вражеской корабли и авиации. Это, по-моему, вообще просто конченый бред. Мне нечего даже здесь сказать. На второе место вообще шикарно тянет. Хотя, смотря, если цель конкурса поражать, тогда я бы даже на первое поставил. Представьте, идет союзный линкор. И вдруг внезапно он видит, что его атакуют торпедносы противника. И он кричит, помогите! Подлетают два союзных эсминца, быстренько ставят сеточки за несколько секунд. Торпеды в них утыкаются. Вражеский амик просто офигевает от таких раскладов. Думает, нифига себе, быстрые ребята какие. И улетает в освояси. Ну, или союзный авианосец можно просто обмотать этими сетями сразу с респа, и тогда его никто убить не сможет. Ладно, идем дальше. Третье место в категории эсминца. Особый случай. Снаряжение позволяет вдвое сократить оставшееся время перезарядки торпедных аппаратов в опасной для корабля ситуации. Используется лишь один раз в течение боя, при условии, что прочность корабля составляет не менее 50% для эсминцев и 30% для крейсеров. Ребят, при чем здесь снаряжение? Ну, это скорее может быть навык какой-то для командира корабля. Вот дерево перков это бы прокатило. То есть командир так надрючил минеров, что когда они попадают в стрессовые ситуации, то есть корабль там горит, он получил определенные повреждения, и они начинают там с яростью заряжать там торпедные аппараты просто по-царски. Ну, при чем здесь снаряжение? Есть только торпеды солидолом намазать, чтобы быстрее заходили, ну, либо вколоть по пару кубиков адреналина там каждому из членов расчета торпедного аппарата, чтобы они быстрее шевелились. Ну, тоже какая-то дикая совершенно штука. Никак это не снаряжение, друзья. Так, третье место номер два в категории эсминцев и постановка радиопомех. Подавление радиопередачи с вражеского корабля или авиации, что лишает его возможности передавать данное местоположение кораблей и авиации. Ну, вы знаете, может быть даже в этом что-то есть, некие зайчатки радиоэлектронной борьбы, а почему это расходник? Ну, пофантазируем, немножко натянем на глобус, предположим, запускается эта система. В те времена электроника была ненадежной и громоздкой, и у вас там через минуту работы просто сгорают чертовой матери лампы. Вот, в этом устройстве. И пока там ваши радисты и электромеханики их меняют, оно у вас перезаряжается. Ох, прикольная идея, согласитесь. Особенно для эсминцев. Далее переходим к рейсерам. Кот-астроном в море, старый альфа-тестер. Я не знаю, вот как он это придумал. Ну, винты в раздрай. Винты кораблей вертятся на встречу друг другу, то есть, дается так называемый, ну, как бы танк разворачивается, одна гусеница вперед, другая назад, поворачивается на месте. Тут ценой снижения хода, снаряжение помогает тяжелым кораблям быстрее поворачивать, увеличивая шанс уклониться от залпа или торпеды. Ну, друзья, идея классная, идея историчная, но, наверное, это все-таки не снаряжение, это навык командира, который, ну, настолько хорошо способен управлять своим кораблем, и настолько у него слажена и обучена команда, начиная там от рулевого и заканчивая там до машинного отделения, что он может эффективно применять данное чудо в бою. Ну, как вы все видите, почему, вот что должно потратиться, какой должен быть расходник, там, капитан кричит, бутылку брома всем кочегарам, если успеете на месте развернуться, тогда, наверное, это был бы расходник. Ну, вот здесь что-то такое, давайте это, может быть, в дерево перков, я бы с удовольствием такое прокачал. Ну, опять же, еще одна ложечка, небольшая дегтя. Будут страдать с таким навыком не только японские эсминцы, а еще и американские. Теперь в упор невозможно будет заторпедировать, наверное, американские корабли с подобной фигулиной. Он будет на месте разворачиваться, уходить от ваших торпед. И так нерв там, честно говоря, перекладки руля вообще никак не повлиял. Но давайте еще больше поапаем маневренности, и пусть эсминцы немножко пососут свои торпеды. За неимением им другого более годного применения. Второе место. Антрацитное чудо. Что это у нас за чудо-то такое? Снаряжение представляет собой особый вид топлива с высоким... эльфийски, видимо. С высоким содержанием углерода и малым количеством серы. При его активации с дымовых труб корабля игрока пропадает дым, что затрудняет противникам визуальное наблюдение, определение скорости хода и стрельбу по кораблю. Ну, вы знаете, наверное, от качества топлива это зависит. Но, друзья, а как быть с кораблями, у которых котлы нефтяные? У нас большинство кораблей с нефтяными котлами. Антрацит это уголь. Давайте нефтяное чудо еще придумаем. Ну, в общем, тоже человек мочай знает слабо. Вообще дым из труб от корабля в основном зависел не от топлива, а именно от равномерной его подачи в топке. То есть, кочегару было проще закидать, например, полную топку и пусть там долго горит, но при этом сильно дымило. Если постоянно подкладывать понемножку, котлы работают эффективно, а дыма нету. То есть, даже когда шли те же самые полярные конвои, у Алистера Маклина можно почитать упоминание, что даже прямо с флагманского корабля вот таким лентяем-дымильщиком периодически давали радиограмму. А ну-ка, пните кочегаров, чтобы они фигней не занимались. Но какое-то антрацитное чудо еще и к нефтяным котлам у нас точно никак не подходит. Третье место. Вот на этом моменте я начал уже хотеть сильно материться. Прожектор. Снаряжение улучшает освещение и обзор корабля, что в зависимости от дистанции до противника увеличивает эффективность орудий вспомогательного калибра и ПВО. Как мы это себе представляем? Идет крейсер. Номинация крейсера, напоминаю. Идет крейсер на карте Край Вулканов. Прекрасный солнечный день. И вдруг командиру нужно определить место расположения вражеского эсминца. Он говорит, включить прожектора. И в ясный солнечный день включенные прожектора вдруг внезапно увеличивают радиус обзора корабля. То, что у нас радары на кораблях есть, всем на это похрен у человека придумал прожектор. Ну, бог с ним он придумал, у него фантазия сработала, он в матчасти может быть не соображает. Но кто это выбрал? Ну, человек просто не дружится с здравым смыслом. Появятся у нас ночные карты? Не вопрос. Давайте японцам прожектора. У американцев есть радары. Это просто уже, ну, бред какой-то. Идем далее. Ну, в общем, в стиле конкурсов от ВГ это норма. Переходим к линкорам. Наверное, тут будет нечто интересное. Первое место. Кранцы первых выстрелов. Угу. Уже название историчное. Это ящик на палубе корабля, в котором хранится некое количество снарядов, позволяющие оперативно открыть огонь еще до подачи боеприпасов из арт-погребов. Активация снаряжения временно повышает скорострельность, то есть дальность огня ПМК. Вот она, рыба моей мечты. Вот здесь, здесь нормально. Во-первых, это снаряжение. Оно тратится. Вот эти ящики заранее вытащили на палубу. Вы там нажали на кнопочку. Матросы забегали, забегали, забегали. Перетаскали снаряды в казеннике орудия. Все. Они закончились. Теперь его нужно, ну, опять пополнить этот запас. И уходит у нас на КД данное снаряжение. Кроме того, это исторично. Так и делали в реале. Это не какой-то там ускоренная перезарядка торпед. Там, если у корабля осталось там 50% прочности. Здесь просто четко и дерзко. Первое место заслужено. Второе место. Боевое братство. Наверное, человек долго думал, как придумать это название своей идеи. На время действия снаряжения, боевой расчет башни, главного калибра, мобилизовав все силы, повышает скорострельность, ару... Блин. Ну, ребята, во-первых, последнее с предыдущим навыком. Вы видите, просто никакой критики, вернее, не навыком, а снаряжением, не выдержит никакой критики, потому что, во-первых, опять, за счет чего они там, за счет мобилизовав все силы. Ну, не знаю, может, они по стопорю жахнули там для храбрости, для скорости, или, может быть, тоже там энергетикам запили все это дело и забегали быстрее. Ну, давайте не будем доходить до абсурда. Наверное, как, опять же, навык командира, который там надрючил расчеты орудий главного калибра, чтобы они могли там подорваться и побыстрее позаряжать какое-то время, а потом, ну, устали. Может быть! Но, опять же, тоже боевое братство, добро пожаловать в любимые танки. Следующее, третье место, я бы на этом хотел задержаться поподробнее. Вот тут у меня уже просто всевозможные идиоматические выражения, я просто фонтанировал, я с трудом удерживался. Улучшенное минеральное масло. Снаряжение представляет собой улучшенное масло, используемое в рулевом механизме корабля. Ну, автора, наверное, не смущало то, что, например, у Тирпица, у Бисмарка был электрический привод рулевой машины, там никакого масла не было. Ну, ему пофиг, наверное. Он, может, просто не знал, но вот тот, кто выбирал данное снаряжение, он наверняка об этом должен был знать по своей работе. Все-таки игра про боевые корабли, матчай знать не нужно. Ну, ладно, продолжим. При его активации значительно сокращается время перекладки руля. Давайте представим себе, как это происходит. Пусть это будет линкор Нельсон, у него была гидравлическая машина, рулевая, если я не ошибаюсь, так что это здесь даже исторично будет. Но на этом историчность и заканчивается. Представьте, идет здоровенный огромный линкор по морю. Командир кричит, лево руляй, побыстрее там эсминец на горизонте надо. Торпеды уже в нас идут, сигнальщики заметили. Тут же выбегает толпа товарищей с канистрами, сливают из системы плохое обычное масло. Тут же наливают улучшенное, и корабль прямо, вау, разворачивается на пяточке. По-моему, это херня. Я только что, чтобы прозвучало в эфире. Это просто невозможно, это лютый бред. Тем не менее, призовое место, человек заработал. Опять же говорю, нет претензий к придумавшему, претензий к тому, кто это посчитал, что в нашей игре это будет норма. Ну, бредятина, в общем, улучшенный расходник. Для перекладки руля еще раз. Давайте теперь у нас эсминцы будут страдать еще и американские. Теперь что, торпеды прямо на палубу выгружать? Нужно будет. Это у нас как машины в раздрае, улучшенное масло. Линкор пропеллера будет на месте вертеться. Давайте сразу якорь вводить, как в фильме «Морской бой», чтобы на якоре развернуться, и то будет выглядеть правдоподобнее. Просто цепь будет из обедненного чугуния в сплаве с титаном. Просто выдержит это, и все. Переходим к авикам. Ну, тут у авиков вообще сейчас, ребята, такое начнется. Вы, наверное, это даже себе не представить не можете. Первое место и особый приз конкурса. Особый приз... Ну, ладно, ладно, давайте вначале зачитаем. Дымовая завеса. Эскадрилья авианосцев получает возможность ставить собственную дымовую завесу, которая скрывает их от вражеских кораблей и самолетов. При этом они не могут использовать автоматическую атаку и терять в точности ручного сброса бомбы торпед. Во время действия снаряжения вражеские корабли не могут назначать на скрытые завесы авиагруппы варитет атаки ПВО. У меня два вопроса. Первый. Какую стрёмную вещь курил автор, который это придумал? И не знаю, чем просто закидывался человек, который поставил на первое место и придумал особый приз конкурса? Вы можете представить дымовая завеса, мать его, у эскадрильей? Причём, которая их ещё на ходу обгонять будет. Давайте, когда будете делать игру «Мир космических боевых кораблей», вот всю эту херню вы туда и потащите. У нас и так в игре World of Warships куча всяких наркоманских эльфийских условностей и прочего-прочего, что с трудом там натягиваем их на глобус. Ну, это, по-моему, явная вот просто конченая шляпа. Или бы это такой... Если это попытка троллинга, то это очень глупая попытка, это просто бред. Я вот... Мне писали, честно говоря, в личку люди, которые не попали в количество... Ну, в число номинантов. Ну, там без вид писали. Не то, что там не достались наушнички. Нет, просто люди удивлялись. Я видел Google Doc, в котором снаряжение было вот просто проработано. Там человек даже иконочки нарисовал к нему. То есть, всё-всё-всё-всё-всё продумано, исторично, логично. А здесь какая-то херня. Занимает первое место. Ну, я понимаю, что это в стиле ВГ. Но, ребят, вы не хотите поменяться, а? Или вам так норм? Или вы так троллите, что ли? Я ещё раз говорю, если троллинг, то дебильный. Идём далее. Второе место. Очистить палубу. Для ускорения посадки и подготовки эскадрильи к новому полету часть, вернувшись с самолёта, выбрасывается за борт, чтобы освободить место для готовых боевизвений. Отличная идея. Просто замечательная, прекрасная. Она историчная, эффективная. Её не нужно тягивать на глобус. Но только, наверное, это всё-таки не снаряжение. Это, ну, больше навык командира. Его там, наверное, можно как-то активировать. Там один, ну, два раза за бой. Ну, снаряжением я бы это не назвал, но идея-то шикарная. Так делали, реально делали. Третье место. Бреющий полёт. Позволяет самолётам значительно снижать высоту полёта, что повышает их незаметность на 75%. При этом самолёты теряют скорость и становятся более уязвимы к огню ПВО. В режиме бреющего полёта самолёты могут скрываться в дымах, а также обнаруживать корабли противника, спрятанные в завесах. Ну, последняя строчка, это уже такая обредятина. Но вот всё остальное мне тоже нравится. И, опять же, это исторично, но больше не для снаряжения, наверное, а для навыка командира, который собрал пилотов, потренировал их. У нас командир в конечном итоге это, ну, некий представитель всего экипажа, поэтому командир эскадрильи вполне себе способен это сделать. Да, медленнее, чтобы не врезаться в воду. Да, хуже видеть. Но зато и сами самолёты меньше становятся заметны. Вот это правильно. Это здорово, это хорошо. Ну, это на третьем месте. На первом месте у нас дымовая завеса у авиагрупп. Это просто рак мозга, по-моему. Игрок следующий. Корректировщик союзного огня. Игрок с авианоса запускает специальный самолёт, который повышает точность стрельбы союзных кораблей в своём радиусе действия. Наверное, человек очень долго думал над этой идеей. Я, конечно, уверен, что он, наверное, даже в игру нашу не заходил. Он не знает, что у нас у линкоров есть корректировщик, поэтому, скорее всего, он придумал с нуля. Прекрасно, потому что у нас люди, не играющие в игру, попадают на третье место. Ну, иначе у меня других вариантов нет. Просто обычный копипаст, достоин призового места. А сотня работ, которые нам не покажут, да, которые просто поощрят по 70 флажков, они останутся за бортом, поверьте. Я видел что-то из этих работ. Вот, и, в общем-то, могу сказать, что там есть штуки намного сильнее и интереснее, чем корректировщик на авианосце. И, наконец, вишенка, ребятушки, на торте. Это специальный приз, то комплектов сигнала Джулия Двиски Унован получает некто Зоран Рус за требушет для метания коров. Давайте посмотрим, что это такое. Предлагаю на линкоре собирать требушет, который будет метать коров. При попадании коровы в противника у него наступает стадия офигевания на 2 минуты. Так, короче, все, нафиг. Я бы дал не 100 флажных сигналов и дал бы Орден Петросяна, причем пожизненно, просто прилепил бы к форумному профилю и все. Ну, в общем, опять же, тоже такая шуточка за 300 от ВГ. Вот такие дела, друзья. Да, конечно, латристы вайнер, хейтер и вообще там постоянно ноют. Ну, кому нравится дымовая завеса у эскадрильи авианосцев, вы, наверное, ребята, лучше толк знаете в игре про боевые корабли. Вот такие вот делишки. Для особо внимательных, которые досмотрели до этого момента, я хочу сказать, что да-да, вы не ошиблись, небольшая пасхалочка в моем видеоролике все-таки присутствует. Ставьте лайк, если вы с нее поражали. С вами был Капитан Аллатриста, до новых встреч, друзья. Участвуйте в конкурсах от ВГ, придумывайте всякие наркоманские штуки, выигрывайте призы, нам от этого только лучше. Все, всем счастливо, всем пока, до новых видео.